На основе УЗИ мне прописали прогестерон. На 16-й день цикла я начала пить этот прогестерон в виде препарата такого-то. Потом у меня пошли месячные 14 февраля, хотя перед этим у меня были месячные 21 января. И получается, что цикл у меня составил 25 дней, а раньше был 23. Могут ли таблетки повлиять на мой цикл? С мужем очень хотим малыша, но еще не пробовали не предохраняться. Ждем окончания моей учебы, а потом планируем пробовать. Скажите, что это означает? В течение месяца смогу ли я забеременеть? Я уже говорила, что при снижении прогестерона во второй фазе менструального цикла беременность проблематична. И очень часто при дисфункции яичников, когда врач подозревает снижение функции яичников во второй фазе менструального цикла, когда женщина долго пытается, но не может забеременеть. Очень часто во второй фазе цикла с разными целями, повторяю, мы назначаем препараты прогестерона. Какая тут особенность? Прогестерон – это гормон строго второй фазы менструального цикла. Если он назначается в первую фазу или в день овуляции, то прогестерон подавляет овуляцию, то есть овуляции не возникает. В таком случае прогестерон действует как противозачаточное средство. Поэтому для тех, кто хочет забеременеть, прогестерон всегда после овуляции. То есть сначала меряем уровень гормонов, делаем тест на овуляцию или идем на фолликулометрию. Смотрим, когда по УЗИ у нас овуляция. Через 2 дня начинаем, стартуем с препаратами прогестерона, пьем их 10 дней и отменяем. Когда мы пьем препараты прогестерона, то мы помогаем своей второй фазе менструального цикла делать свое дело. Когда мы отменяем препарат прогестерон, это как правило, если мы на 16 день менструального цикла начали пить прогестерон, то на 25 день, через 10 дней мы его отменяем. Как правило, отмена прогестерона сопровождается снижением уровня прогестерона естественного в крови. То есть свой снижается, вы тот, который извне давали, убавляете. Что происходит? За несколько дней буквально резко убывает количество прогестерона в крови у женщины и начинаются месячные. То есть после отмены препаратов прогестерона это происходит через 3-4 дня. То есть 3-4 дня проходят и наступают месячные. То есть если по каким-то причинам, ну я не знаю по каким причинам, ну таблетка под кроватью укатилась, и вы пропили, допустим, прогестерон не 10 дней, а 8 дней, то у вас все равно месячные придут дня через 3-4. А если там по каким-то опять непонятным причинам, ну так получилось, если вы пропили прогестерон, допустим, не 10 дней, а 11 или там 12 и отменили, то у вас через 3-4 дня все равно придут месячные. Таким образом, начало месячных будет зависеть от того, какого числа вы отменили прогестерон. То есть если вы отменили 5 февраля, то числа 8-9 у вас придут месячные. И не важно, какой длины у вас цикл. Все, вы гормональную поддержку дали, вы в это дело вмешались, вы, естественно, цикл уже нарушили. Не надо говорить здесь как о нарушении, как о какой-то проблеме или как о каком-то заболевании. Вы находитесь на лечении, и то, что у вас длительность менструального цикла изменилась, обусловлена как раз этим лечением. Это нормально, это норма, это хорошо. И врач, который назначает вам прогестерон, как правило, ну, в основном стараешься все говорить на приемную. Иногда бывает, вот столько всего хочешь сказать пациенту, побочные действия будут такие, чувствуешь себя, будешь так-то, нужно это для того-то, спить это столько месяцев, потому что. Иногда, может быть, что-то и упустишь сказать, и потом всегда возникают вопросы. Вот в данном случае у девушки цикл был, оказывается, 23 дня, а до прогестеронии он стал на 2 дня больше, стал 25 дней. Что это? Проблема? Бежать к врачу или это норма? Это норма, потому что это вызвано тем, что она принимает прогестерон. Теперь по поводу возможной беременности. Я уже говорила, я здесь кратенько повторяюсь. Прогестерон – это гормон беременности. Прогестерон – это гормон второй фазы менструального цикла, который поддерживает эпителий матки для приема плодотворенной яйцеклетки. И если она туда внедряется, эта яйцеклетка, он дальше продолжает поддерживать эту яйцеклетку, чтобы она там удержалась, внедрилась хорошо, проросла там все, сформировалась пациент, и дальше ребеночек продолжал развиваться. Вот для чего нужен прогестерон. То есть он физиологический гормон второй фазы, и он же гормон для поддержания начала беременности. Поэтому если вы планируете беременеть, лучше это лечение препаратом прогестерона во второй фазе менструального цикла не отменяйте, так на нем и идите до тех пор, пока не забеременеете. Для будущего ребеночка, для будущей беременности, для будущего вынашивания это очень хорошо. Вот, желаю вам быть мамой и познать части материнства. Сейчас, пока! Субтитры сделал DimaTorzok